МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Очень удобно. На переменах люблю побегать. Но главное, чтобы подходил по школе". В семье Симеоновых двое детей. Пятиклассник Иван и семиклассник Михаил. Собирать детей в школу родители начинают заблаговременно. Иногда даже в мае, когда идут распродажи перед стартом нового сезона. Требования к форме стандартные. Белый верх, темный низ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мама школьников Наталья говорит, к августу обычно уже собран комплект всего необходимого. Две рубашки, два пола, спортивная форма, констовары и рюкзак. Остается докупить только брюки и обувь, школьную и спортивную. Родители отмечают, стараются выбирать качественные и удобные вещи. Но это обходится не дешево. Общая сумма? Обходится порядка 20-25 тысяч на ребенка. Сейчас все дорого. В основном все заказываю на маркетплейсах, потому что дети мои не любят ходить по магазинам. Все, кроме обуви, все заказываем. В канцелярии порядка 5 тысяч выходит. Наталья и Игорь отмечают, в этом году стоимость на все школьные принадлежности выросла значительно, на 20-25%. О повышении говорят и эксперты. По данным Росстата, в 2023 году средняя стоимость одежды для школьников варьировалась от 8,5 тысяч для девочек и около 7 тысяч для мальчиков. В 2024 сумма потребуется больше. Для девочек в среднем 13 тысяч рублей, а для мальчика чуть больше 14. Мы провели свой эксперимент и посчитали, в какую сумму обойдется школьный комплект для ученика. Пиджак и брюки стоят порядка 7 тысяч рублей. Столько же обходится спортивная обувь и туфли. Одна рубашка в среднем полторы тысячи рублей, а их нужно несколько. Итого вышло чуть больше 19 тысяч. По оценке самих продавцов, по сравнению с прошлым годом, цена увеличилась максимум на 10%, несмотря на значительное увеличение цен на натуральные ткани и качественную фурнитуру. При этом расширился и модельный ряд. На Оренбургской фабрике по пошиву школьной одежды цены зависят от модели и размера. Например, минимальная стоимость сарафана для девочки – 2,100, максимальная – около 4 тысяч. Юбки от 900 рублей до 2 тысяч, а самая дорогая блузка обойдется в 2,5 тысячи. Костюмы для мальчиков начинаются от 4 и доходят до 7 тысяч. Особые требования и к составу тканей. Они должны быть сертифицированы – дышащие и гипоаллергенные. Сложнее всего собрать в школу первоклассников, ведь им нужно купить все, начиная от портфеля, заканчивая красками и пластилином. Старшеклассникам так заморачиваться не приходится. Как они говорят, достаточно одной ручки и одной тетради на все предметы. Но все-таки в основной канцелярский набор для старшей школы входит пенал, простые карандаши, ручки, линейка, ластик, набор тетрадей, обложки и дневник. Все это обойдется в полторы тысячи рублей. К этой стоимости добавится рюкзак, цены на который варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. Первокласснику нужен будет и набор для уроков технологии и рисования, а это еще порядка 2 тысяч к общей сумме. К новому учебному году готовятся не только родители и ученики, но и школы Оренбуржья. Их перед новым учебным годом традиционно оценивают комиссии. Многим требуется только косметический ремонт. Руководителям учебных заведений озвучили замечания раньше привычных сроков, чтобы было больше времени для устранения недочетов. Капитальный ремонт по региональной программе ведется в четырех школах, две из них в Оренбурге. Часть школ ремонтируется в рамках федеральной программы. У нас есть четыре школы, которые двугодичные ремонты. То есть в этом году закончатся в 25-м. И шесть школ, которые одногодичного ремонта. Ремонты идут в разгаре. Там есть кое-где задержки. Ну, в общем, отдел образования с директорами школ планируют справиться к первому сентябрю. Педагоги говорят, год принесет много новых и значимых изменений. С первого сентября в рамках разговоров о важном будет введен курс семьеведения. Вернутся уроки труда. Программу поделят на модули. Школьников научат компьютерным технологиям, робототехники, 3D-моделированию, основам сельского хозяйства и не только. ОБЖ заменят на основы безопасности и защиты родины. В обновленном курсе появится начальная военная подготовка. Школьникам расскажут, как устроены вооруженные силы. Мальчишек и девчонок ожидает строевая подготовка. Наши учителя прошли программу повышения квалификации. И думаю, что будут достойно разрабатывать методики, которые позволят этот курс качественно вести. А вот те изменения в системе воспитания, которые происходят в последние годы, все они направлены на воспитание именно гражданина России, которая осознает ценности, ориентации страны и который готов ее любить и защищать. До начала учебного года остается меньше месяца. Родители продолжают активно закупать все необходимое для учебы. Школы заканчивают ремонты, а учителя уже пишут новые программы. Педагоги уверены, нововведения пойдут лишь на пользу. Так было и в прошлом году, когда школьников стали обучать финансовой грамотности. Ведь это помогает защититься от мошенников и правильно распоряжаться семейным бюджетом. А дисциплины, вероятность и статистика учат подростков сравнивать и анализировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин